Здравствуйте мальчики и девочки! Я никогда вам не снимал еще обзоров своих машин, но народ просит. Поэтому вот, представляю вашему вниманию новую свою машину, которую я подарил жене на 8 марта. Это старая Hyundai. Знаете его Hyundai, как только не называть. Я его называю Hyundai. Как вот выглядит она снаружи, я не буду вам, знаете, вертеть, как вот блогеры, которые делают обзоры машин. Не буду вам вертеть под музычку чего-то. Я вам покажу так. Такой интересный у нее внешний вид. Она очень большая. Это и была моя цель, почему я меняю машину. У нас есть джип, на котором я таскал лодку. Вы, наверное, видели его в моих видео предыдущих. Он маленький, он маленький внутри. В него ничего не погрузишь нормально. Как ни странно, у меня Мерседес больше влазил. Ну а давайте посмотрим на парковке. Да, вот машина стоит, а вот большой джип. Это Audi Q5. Видите, насколько торчит. При том, что они здесь стоят одинаково сзади. То есть вот длиннее гораздо и выше. Особенно высота хорошо видно здесь. А вот легковушка. И еще лучше высоту видно отсюда, издалека. Смотрите, как. Другие машины прямо гномики по сравнению с этим Hyundai. Нажимаем. Нажимаем. Тут есть, кстати, автоматическое открывание. То есть можно настроить, когда я подхожу сюда, имея ключ в кармане. Он будет сам открывать. Здесь три ряда кресел. То есть это, ну, два сзади, соответственно, впереди. То есть это на восемь мест. Ключ выглядит вот так. Здесь можно открывать боковые двери, которые тоже, кстати, автоматом открываются. Заднюю дверь. Заводить двигатель. Ну и полностью открывать, закрывать всю систему. Нам эта машина досталась интересно довольно. Здесь есть экстра. Экстра, которые не предусмотрены производителем. Это аккумулятор дополнительный. Аккумулятор, который может подзаряжаться от солнечной батареи. Здесь есть Андерсон разъем вот такой. Этот аккумулятор на 105 Ач. То есть с него можно спокойно питать холодильник, который я уже купил. Сюда большой холодильник на 90 литров. Он, соответственно, подзаряжается от двигателя, либо от солнечной панели. Это очередной плюс для путешествий. Сидения все сдвигаются. Сидения также кладутся. Так, сейчас. Их! Надо толкнуть. Во! То есть отодвигаешь это сидение, и становится плоский ряд. Давайте попробуем. Чтобы эта веревочка не болтала, здесь даже есть вот такой вот липучек. Этот ряд сидений также точно складывается. У нас получается абсолютно плоское пространство. Давайте мы это сделаем. Вот если мы сдвинем это все вместе, будет плоское пространство здесь. Довольно большой багажник. В принципе, я собираюсь вообще убрать вот этот ряд сидений задний, потому что он мне не нужен. Я оставлю вот эти только три места. Ну и впереди для нас. А это будет у нас грузовой отсек огромного размера. Здесь даже спать можно спокойно. Боковые двери электрические. Открываем. Либо кнопочка, кстати, открывается. Также она закрывается кнопочкой. Вот. Я уже тут, видите, прибарахлился. Поставил корзиночку. Приобретая эту машину, я решил огромную проблему. Нехватку места, как уже говорил. Но смотрите, насколько она низкая. Вот мое колено, да? Оно на уровне моего колена находится. То есть сюда грузить все очень-очень легко. А почему она низкая? Да потому что у нее запаска находится вот там. Задняя дверь имеет настройки по высоте открывания. То есть вы можете открыть на максимум, либо три позиции разных. Не знаю, кому это надо. Ну, видимо, у кого есть недостаток места, закрываем. Противно пищит довольно. Так, не спешит закрываться. Еще экстра, которая не была в комплектации с завода. Это тоубар, то бишь крючок для прицепа. Сейчас я его снял, потому что он мне не нужен. Здесь есть разъем, соответственно, для электрики. Эта машина может тащить на себе 2,5 тонны прицеп. Еще два экстра, которых, опять-таки, не было в заводской комплектации. Это колеса. Эти колеса заказывались отдельно. Ну, диски имеются в виду. Но не только диски, а еще и резина. Давайте посмотрим. Здесь резина довольно крупная. То есть это по бездорожью резина. И мне дали полный комплект с ней. Обычные резины для трассы. Также экстра кенгурятник. Не знаю, зачем он нужен. Он немного скрадывает вот тот самый футуристический вид машины. Как знаете, как из 70-х. Жене очень нравится именно белый цвет конкретно. Жене очень нравятся кенгурятники. Ей все здесь нравится. Ей нравятся колеса. Ей нравится, как внутри. Но, честно говоря, мне тоже. Но к этому мы еще вернемся. Здесь огромные двери. Здесь огромнейшие окна, с которых видно вообще все. Как я уже говорил, с пульта мы можем управлять всеми дверями. Все это электрическое, красивое. Ручки здесь грубоватые, но они большие. И на них находятся кнопки. Какое-то открывание-закрывание. Можно также, как я уже говорил, потянуть за ручку и открыть. Первый ряд пассажирских сидений выглядит так. Тут есть какая-то проветривалка небольшая. Кожа. Ну, это не кожа. Это дермантин, похоже. Очень похоже на ощупь. Я не знаю, я спецификацию не смотрел. Внутри у нас тут лампочки-кондиционер. Вот это отдельный кондиционер управления на задних пассажиров. У меня есть камера, с которой я могу посмотреть, что у меня творится в салоне здесь сзади. Подушка безопасности огромная. Она на весь вот этот вот. То есть она закрывает все вот эти сидения сбоку. С одного, со второго. Вот здесь еще есть подушка безопасности между сидениями. Потому что вы видите, какое здесь огромное расстояние. То есть эта машина очень широкая. Кондиционирование очень удобное. По-разному все это дело настраивается. Также мелочь, но приятно. Вот есть крючочки для сумок на обоих сторонах. Есть для денег, если у кого очень много денег. Или карты, я не знаю, у кого что. Есть подстаканники для задних пассажиров. Есть куча USB. Здесь USB вообще на каждом шагу. И даже вот такая вот фигня. Давайте посмотрим на коврики. Коврики все с липучками. То есть просто так бродить по салону не будут. Сидения управляются не электрические сзади. Понятное дело, да, не нужны здесь электрические. Про кондиционер я уже вам сказал. Вы видите, тут везде он. Ручки есть. Но еще более интересно, если вы садитесь на место пассажира, Закрывайте дверь. Смотрите, что здесь имеется. Здесь тоже есть целая куча места. Вот. Для двух еще подстаканников. Круто, да? Есть вот еще место, что хотите сюда. Понятное дело, пластмассно. Но, кстати, ничего не гремит вообще. И шторка. Шторка убирается. И у вас шикарный обзор. С обзором здесь вообще все хорошо. Окна у задних пассажиров открываются вот так. Причем оно фиксируется в нескольких положениях. Вот. Раз. Щелк. Дальше. Щелк. И закрыли. Шторка. Давайте теперь еще немножко назад извинемся. Последний ряд. Еще подстаканники. Еще место непонятно для чего. Для чего хотите. Еще одна шторка. Только здесь она опускается в другую сторону. О как. Тоже открывается окно. Тоже ручка. Тоже крючок. И USB. Опять USB. То есть берете, подключаете, кладете. И у вас заряжается мобильник, пока вы едете. Здесь какая-то акустическая система. Не знаю, не изучал. Меня это мало волновало. Вот такой вид с дальних кресел. Значит, у меня сейчас сидение до конца сдвинуто назад. Место, видите, сколько угодно. Вообще сколько угодно. Тут можно полулежа сидеть. А если вам нужно срочно выбраться с дальнего ряда. Вот тут есть пимпочка. За нее дергаете. Сидение уезжает и складывается. И совсем забыл вам сказать, что у меня еще одна опция есть. Видите, на крыше полозья. Вот этот багажник на крыше. Это тоже он не был в комплекте с этой старей. Давайте идем на водительское сидение. Самое интересное. Здесь у нас коврики. Непонятно, что вот это такое. Смотрите, что здесь. Здесь домкрат. Это хорошо. Вот я не знал. Я еще не читал инструкцию. Регулировка передних сидений. Электрическая. Но без памяти. Вот это плохо. Когда у вас два водителя, вам нужна память. Здесь на двери тоже огромное количество всяких сториджей, так сказать, мест для хранения. Даже вот такое маленькое есть. Ну, понятно, управление зеркалами, складывание, там, ручка открывания. Это все ясно. Ручки, кстати, сделаны хорошо. Это алюминий. Это не пластмасса. Это не дешевка. Зато вот эта вот соплями намазанная вещь везде здесь. Ну, что делать. Будет на ней пыль, значит, скапливаться. Здесь вот пластмасса типа тойотовская, знаете, такая вот дешевенькая. Ну, стандартная. Не то, что дешевенькая. Стандартная матовая. А вот это все блестяще. Руль очень интересный. Руль регулируется по высоте, по выдвиганию. То есть, с рулем тут все нормально. На коврике эмблема. И вот обратите внимание, да, коврик чистый. На самом деле, его мыли, ну, неделю назад. И вот всю неделю я ездил на этой машине. Вот такая у нас грязь. Вот, у нас нет грязи на улицах. Ну, давайте, давайте, вовнутрь уже. Вот, видите, народ какая, да? Навигация здесь. Панель приборов. Мы сейчас едем на автопилоте. Вот, смотрите, горит 100. Это он видит знаки какие. Здесь рулит, он держит полосу. Ну, и вот это вот, это расстояние между машинами и так далее, вот дистанция идет. На 102 километра у нас. Ну, все рассказывает. У нас сейчас на 450 километров горючая, при том, что бак заполнен наполовину. То есть, здесь примерно получается на 1000 литров, ой, на 1000 километров одна заправка. Вот. Вид отсюда, конечно, потрясающий. Вот, если отдалить с глаз, да? Вот. Смотрите, моя рука, да? Вот она. А там еще две моих руки впереди помещаются. Мало того, вот посмотрите, мы сидим на уровне крыши соседней машины. То есть, получается, здесь, мало того, что окна жутко объемные, и все видишь, зеркала гигантские совершенно. Вот. А не тоже загорелся предупреждение, что сзади есть машина. В общем, здесь себя чувствуешь, я не знаю, как в самолете в каком-то. Она мягкая, она идет очень так ровненько, хорошо. Шума здесь немного. Кто-то ругался, что здесь много шума. Нет. Несмотря на то, что у нас сейчас вовсю шумит кондиционер, жарко очень, потом у нас шины не самые тихие. Я лично доволен. Ты как, довольна? Очень довольна. Вот мы едем, действительно, как на корабле. У нее еще такая подвеска интересная, мягкая. И так как здесь 4WD, так сказать, 4WD, это полный привод, она на дороге, соответственно, держится шикарно. И, ну, вот у меня нет никаких тут претензий вообще. Давайте я вам покажу еще задний климат. Сзади можно регулировать температуру, каким образом идет вентиляция, скорость, автоматику и так далее. Водительское место здесь просто шикарное. Ты сидишь вот как в большой барже, знаете, в пароход. Здесь огромное количество места. Есть куча всяких сториджей. Куча буквально. Это все открывается, это вот вытаскивается. Тут вот еще целлофанка осталась. Здесь, кстати, вот еще пока что не дооткрывали все это. Давайте сдерем в прямом эфире целлофанки. Здесь, как вы видите, вот два подстаканника. Подстаканник еще вот он. И подстаканник вот он. А если вам и этого мало, вот сзади, как я вам показывал, еще два выдвигаются. Сидение вентилируемое с подогревом. Здесь находится зарядка для мобильника. Залапанный экран. Все, как я вам сказал, уже соплями намазано. Это индикаторы задних сидений, кто присягнулся, кто нет. Здесь находится небольшой такой бардачок. В этой старии нет бардачка здесь, потому что это серия Элит, а то Хайландер имеет здесь еще один бардачок. Но, правда, он здесь вот находится, и он, когда открываете, он закрывает переднюю панель. Не очень хорошо. Там, я не знаю, почему там метры пространства, но вот посмотрите, да, окна. Окна просто ненормально большие, просто огромные. Здесь управление светом, соответственно, при открытых дверях. Он сейчас вырубился, потому что сработала защита, я уже давно держу открытыми двери, чтобы аккумулятор не сажать. Это принудительное включение. Управление задними и боковыми дверями. А это заблокировать двери, то есть, никто сзади не сможет управлять ими. Если там дети сидят, например, они не смогут открыть. То есть, это блокировка дверей. Я уже прикрутил тут сам вот такую камеру. Это видеорегистратор. Ну, а так, в принципе, вот такая обстановка здесь. Давайте теперь еще одну вещь, что мне не хватало вообще в машинах. Почему я эту машину взял? Я хочу не иметь ключа. То есть, в Mercedes у меня вот такая штука. Нажимаешь, она сейчас не включится. Говорит, дайте мне ключик. Ключик-то в машине, но надо нажать стоп. Нажимаем. О, завелись. Не знаю, зачем он постоянно говорит бим-бим-бим, когда проверяют, но вот сейчас он завелся. Все. Как видите, дисплей очень интересный, красивый. Он меняется. Здесь можно разные сделать стрелки, как обычно. То есть, здесь довольно красиво. Масса информации выводится на этот дисплей. Здесь тоже довольно много всего. Очень удобный навигатор. Очень удобный, значит, вот если вы в сетап зайдете, здесь очень много всего. Ничего не тормозит. Все работает крайне быстро. И здесь настраивается буквально все. также вы можете настроить, если вы подходите к двери, допустим, вот водительская, у вас сложенные зеркала раскладываются, и если хотите, вы можете настроить вот эту дверь на автоматическое открывание, если у вас полные руки, вы подходите где-то 50-100 сантиметров от этой двери, она сама у вас откроется. То же самое и задняя дверь, и с той стороны дверь боковая. То есть, тут полная автоматика, вы можете без рук иметь доступ. теперь, здесь масса настроек, я, наверное, не буду вам все показывать, потому что, ну, вот, свет, например, да, здесь есть, а давайте пройдемся быстренько, чтобы вы знали функцию. Здесь вот есть, допустим, High Beam Assist, это штука, которая включает вам дальний свет автоматический, то есть, она видит, когда вам не хватает света, и видит, у нее камеры стоят здесь вот вверху, она видит, есть ли на дороге кто-то, если есть тот, кому вы можете мешать, соответственно, сделает для него тень. Это типа, типа, вот как Mercedes-овская, но здесь чуть-чуть попроще. Климат-контроль настраивается, тут вентиляция и так далее, Defrost, Defrost, то бишь, а если у вас там влажность большая, или там лед, что в наших краях не бывает, он сам будет очищать и так далее. Давайте сейчас по главному. Значит, здесь есть драйвер-assistance, он может вам установить скорость, лимит скорости, может вас предупреждать, когда вы скорость превышаете. Также здесь предупреждает по поводу приближения к машине на Active Assist. Это фактически автопилот. Правда, для того, чтобы был полный автопилот, вам нужно нажать еще вот эту вот кнопочку. Тогда здесь вот на руле, вернее, на дисплее получается такая вот штучка и вторая штучка. Это значит, что мы на полном автопилоте сейчас. Он будет сам рулить и сам держать дистанцию, скорость и так далее. Ну, это такой условный автопилот, он больше называется адаптивный круиз-контроль с удержанием полосы. Также, если у вас автопилот отключен, но вы пытаетесь там врезаться в кого-то, вам это делать машина не даст. Здесь он контролирует за вашими глазами, смотрит, не заснули ли вы за рулем, сколько времени вы без остановок едете. Вот удержание полосы, то есть он сам вам рулит и держит вас внутри одной полосы. Вы можете это все отключить, можете включить только предупреждение и рулить самостоятельно, как хотите. Блайндспот, если вы не видите кого-то и вы пытаетесь перестроиться, он вам, соответственно, не даст это сделать. Сначала предупредит, он вас выкинет обратно, не даст, соответственно, врезаться в машину. и парковочные сенсоры, они тут впереди, сзади, вокруг, то есть это понятно. Соответственно, вот она карта, масштаб карты меняется либо сенсорно с экрана, либо вы можете сами задавать. Здесь куча-куча всяких настроек, все срабатывает четко, кстати, очень хорошо, без всяких задержек. Давайте посмотрим на камеры. Вот он показывает камеры, это уже с нашего кондиционера натекло. Вид сверху машины. Давайте посмотрим на нее здесь. О, гляньте, в прямом эфире у нас. Хотите рассмотреть? Рассмотрите. Все видит, столбы, все, даже вот надпись на дороге, можете сверху на нее смотреть. Камер здесь очень много разных. Вот так вот, например, с двух сторон, плоская, или вот так. То же самое касается и передней камеры. Вы можете ехать и видеть то, что впереди вас находится. Прикуриватель, масса места вот, и вот еще куча места. Дизель, 2,2 литра, турбо-дизель, коробка передач восьмиступенчатая. Вот мы можем сказать, поехали, но при этом он будет ругаться, что у нас открыты двери. Да, надо их закрыть. Закрыть мы их можем отсюда. Все закрывается, и мы будем готовы ехать. Почему я купил именно дизель? Был еще вариант 3,5 литра бензиновый, но я хочу экономичную машину, и у меня и Мерседес-дизель, и вот этот 2,2 литра говорили кто-то из обзорщиков, что типа мало, как бы он плохо едет. Слушайте, он едет шикарно, просто шикарно. Мало того, несмотря на то, что эта машина очень большая, она вписывается вообще везде, во все повороты. Абсолютно. Она рулится как пушинка. И вот эти габариты огромные, они не чувствуются. Смотрите, какая видимость. И она настолько большая, она огромная. Вот мы едем, все тихо, двигателя не слышно. Снаружи он тарахтит, да. А здесь его практически не слышно. Расход примерно около 7 литров по трассе. Довольно много, потому что Мерседес вообще и 4,5 ест. На такой, на стабильной трассе может быть будет и меньше. Еще забыл вам сказать, что здесь полный привод. Причем он блокируется. То есть, если вы заехали уж совсем в какую-то изморозь, вы можете включить блокировку. вот она. И у вас тогда загорится здесь значок, вон он зелененький. Он говорит, что лок сделал. Это будет уже не автоматическое, а полное. То есть, на все 4 колеса будет одинаковое усилие прилагаться. Разгоняется этот шарабан примерно за 11 секунд, до 100, что, в принципе, нормально. У него 174, по-моему, лошадиных силы. Не помню, какой, по-моему, 360 крутящий момент. Ну, в принципе, я вот говорю, я вот сколько уже езжу, неделю, и я не вижу никаких проблем вообще вот в движении. Она настолько мне и жене нравится, что, несмотря на то, что мы, в общем-то, разбалованы всякими мерседесами, но эта машина вот прямо, вот прямо в масть пришлась. Вот просто хорошо. Единственное, что меня бесит, это то, что ручка показания поворотов с другой стороны, чем у мерседеса, тут как бы никуда не деться, японские, корейские машины, они такие. И я буду тонировать немножко еще задние, все задние, короче говоря, окна. Вот, господа, вроде я вам все рассказал про эту машину, если что, пишите в комментариях, спрашивайте, задавайте вопросы, я вам отвечу на все. И самое главное, я вам потом расскажу, как я ее покупал. Это приключение еще то. Я сэкономил огромную кучу денег на это. Но, это как всегда, у меня по-другому не бывает. Приехали домой, паркуемся. Давайте посмотрим. Ругается, ругается, вы видите? Уже желтая стала, если ближе подеду, будет красная. Да, уже не нравится ему. Ну, а здесь дверь гаража. И здесь ругается. Везде ругается. Соответственно, мне не нужно переводить на парковку. Я просто выключаю двигатель, и парковка включается сама. Тоже, кстати, очень удобная штука, к которой я привык на Мерседесе. Из того, что я вам еще не сказал, это переключение вручную скоростей. Нафиг оно надо, я не знаю. Мне оно вообще не нужно. Никогда этим не пользовался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова